Аккордом, завершающим Рамадан, является выплата за Катальфитра. В чём его смысл? Откуда это? Сколько он выплачивается? Кто обязан выплачивать? И вот такой вопрос, я вот сейчас его задам, чтобы потом не мешать. Говорят, не раньше, чем за три дня до окончания Рамадана можно выплачивать. Некоторые говорят, можно и раньше выплачивать. Можно ли деньгами, можно ли продуктами? Объясните, пожалуйста. Во-первых, закат Аль-Фитр, это является фардом обязательным действием для мусульман. Пророк Мухаммад, как приводится в хадис, который приводит имам Бухари, имам Муслен, то, что фарада, Расуль, салаллаху алейху салам, закат Аль-Фитр. Посланник Аллаха, салаллаху алейху салам, приказал выплачивать закат Аль-Фитр. са это измерение такое да это примерно два с половиной килограмма 20 килограмма там пшена шаиром ячменя или два с половиной килограмма финика это основа то есть с каждого минкабиром сагир то есть с каждого с большого только со взрослого человека с детей даже если они не постели с них человек мусульманин постился не постился если он даже он тоже обязан выплачивать также если в утробе мамы 4 месяца уже ребенку он уже как бы душа туда вселяется с него тоже надо давать беременна женщина за своих детей которые в утробе 4 месяца уже как бы срок и больше то с него тоже нужно давать это обязательно когда его давать вообще можно на протяжении всего месяца рамадана но будьше ближе к молитве ближе к праздниче молитвы то есть получается ну можно завтра дать послезавтра например желательно так скажем субботу вечер миссия у нас праздник будет воскресенье там субботу вечером там передать его как бы вот это вот основной если человек не успел его выплатить до праздничное наступление праздниче молитвы то он все равно обязан будет выплачивать его нужно не считается закат аль-фитр уже как садака пойдет именно нужно успеть его когда нам постараться кто-то уже отправил наверное там уже другие регионы или здесь дал у себя там где он живет именно до намаза теперь вопрос деньгами можно или нужно продуктами здесь есть то есть всегда сторонник как бы знаете что не говорит человеку вот так делай вот так делай всегда сторонник приводить мнение и потом уже как бы приводить более сильное мнение и как бы советуется и для себя что-то берешь здесь разделились мнения ученых маликинский мазхаб шафи иски мазхаб и ханаби на хамбалийский говорят нельзя только нужно давать едой и тем деньгами нельзя ханафитский мазхаб во ваджх мин шафи и я ханафитский мазхаб и одно из мнений шафи и они говорят то что можно давать и деньгами третье мнение которое говорят можно давать деньгами только если в этом пользы больше то есть например хаджи есть как бы к этому в деньгах и именно в деньгах у него как бы есть хаджат его как бы вот это вот нужда то есть тогда это мнение хана бина хамбалитов и также митамия придерживаться этого мнения теперь давайте у каждого далиль приведем далиль какой же то есть на что они ссылаются те кто говорят что хамбалиты маликиты еще фииты то что нельзя давать деньгами только едой они ссылаются на на хадис на то есть именно вот сам хадис текст хадиса то что пророк мухаммад саллаху али саня приказал давать са ам из фиников и са амин и шаиры са амин и чминя то есть они берут как сказал хадис те кто ссылаются ханафиты и некоторые одно из мнений шафи и хамбалитов они ссылаются на что то что можно деньгами то что основа заката аль-фитра игнал аль-факир обогатить бедного поэтому как бы и лучше чем его можно обогатить нету лучше чем деньгами вот это их мнение их иштихад и те которые говорят то что можно инда хаджа инда хаджа то есть когда есть нуждать деньгами как это мы сказали это мнение ханабеля хамбаритов и шехлислама то в этом случае они ссылаются на то что когда муаф ибн джабель посланник аллаху отправил его в йемен и он обратился к жителям йемена сказал дайте мне за место пшена дайте мне какую-то одежду то есть у него была на тот момент именно нужда в одежде и вот на это он сподвижник и так он обратился и попросил одежду поэтому здесь что говорит ученые говорят основа давать едой чтобы но если например есть то есть на счет трудность сложность дать едой то тогда и можно и деньгами то есть сейчас подытожим если человек живет где-то в селе например или в городе и легко там аль-хамдель закупить продукты и раздать пускай лучше он так сделал если скажем вот в москве например это чуть например тяжелее наверное сделать поэтому там можно передать фонд там заката или там мечеть положить и так далее чтобы именно как закат или петр чтобы уже как бы она пошла именно в деньгах аллаху алям это как бы я сам что сделал например если интересно я сам например в ульяновске мы аль-хамдулля закупили такие подарочные наборы там и рис положили там и как бы постарались добавить еще что-то помимо там рис риса как бы чтобы было праздничное состояние там и сладости и это так вот мы раздаем аль-хамдуллят нуждающимся семьям то есть каждого человека по одному такой сао нужен благотворительные фонды они вот принимают деньги на эти деньги покупают даже чтобы голова как бы не болел сейчас начнется звонки будут это если например есть фон закат написать и там это закат аль-фитр и все уже с тебя это аль-хамдулля уж сошло как бы сейчас и они уже как бы это могут сами сделать и облегчение такое они уже знают адреса знают кому передать то есть на сегодня облегчение в этом вопросе то есть на это деньги же купить там еда и там передаст аль-хамдуллят поэтому в этом я думаю даже самый самый такой легкий вариант самый и самый правильный будет аль-хамдуллят и почему правильно потому что мусульмане они должны всегда вместе держаться аль-хамдуллят вот если у нас там есть такое как бы да такая милость как фонд например там который занимается этим аль-хамдуллят тем самым как бы у всех вместе всех объединяет и аль-хамдуллят всех как бы раздается да у них же и база есть там нуждающихся людей там очень много поэтому они централизованы все закупают развозят раздают там ежедневно сотни людей получают помощь да да но мы сейчас как бы да мы сейчас что еще как бы мы сейчас вот для чего это упомянули чтобы вопросы как бы закрыть никто потому что потому что как бы вопросы шариата нужно подходить просто там сейчас получать все обходить сказано а все нельзя как бы мне он не знает мнения не знает понимание за это разногласий уни shareholders двух будет как бы да поэтому мы хотели такую общую картинку дать что и это правило не это правильно все выравно вот это лучше а уже каждый как сам читать для себя well with a friend так если например если вы сами знаете например кому дат родственникам помочь. Лучше в первую очередь передать. Если нет таких, то передать фонд или отправить.